всех приветствую дорогие зрители канала герчики к с вами виктория сипчук сегодня будет тема видео больше наверное про про технику конечно же в первую очередь тоже ну и при психологии то сегодня я хочу вам рассказать все таки вот самое важное вот именно в торговле да именно эта система что такое системная торговля и почему большинство трейдеров начинающих также те которые уже давно в рынке торгуют и у них не получается выйти на стабильный заработок что значит стабильный заработок то есть трейдинге конечно же можно заработать что-то там урвать там за один день можно что-то заработать там за какой-то промежуток времени но те кто хотят стать профессиональным трейдерами то есть сделать свою профессию трейдинг сделать своей профессии соответственно здесь без системы никак потому что стабильность она должна быть надежная стабильность чтобы вы были уверены в том что трейдинг действительно вам приносит прибыль там ежемесячно там или каким-то другим периодом вы сможете понимать, что действительно трейдинг – это работа, и, соответственно, она вам дает доход. И вот сегодняшнее видео я вам хочу в первую очередь, наверное, из своего опыта поделиться вообще к чему, как я шла именно к этой системе, в итоге, как я отфильтровывала всю эту информацию, в итоге к чему я пришла, потому что это очень долгий путь, у кого-то этот путь проходит более быстро, у кого-то очень долго, в моей практике это достаточно долгий путь, и я поняла одно, я поняла одно, что система все-таки, она подразумевает, во-первых, если сейчас обратиться к техническим моментам, то подразумевает, что сделок, вот ваших сделок, неважно на каком рынке вы торгуете, даже внутри дня, если взять. Их, вот, чем их меньше, тем лучше. То есть, когда у вас много сделок, причем очень много, там, учитывая и внутридневные сделки, и там, и на минутке вы что-то пытаетесь отторговать, и средний срок. Почему я говорю сейчас про количество сделок, потому что такая проблема была у меня, действительно, потому что, если взять, вот, рынки, которые я торгую, и акции, и форекс, также, и немножечко крипты, действительно, много, вот, я просмотрела свою статистику, и в моей статистике, действительно, получается очень много, получалось очень много сделок, очень большое количество. Вот, и я начала, немножечко переделывать свою, во-первых, я открыла свою другую систему, да, она у меня написана, и алгоритм, и система, то есть, я начала смотреть там, что не так, да, начала смотреть работу, точнее, делать работу над ошибками, просматривать свои убыточные в основном сделки, да, прибыльные тоже, то есть, мне было интересно все-таки, на каких картинках я зарабатываю, на каких картинках я теряю. Вот эти вот картинки, точки захода, риск менеджмент, конечно, мы тоже сейчас подойдем к этой теме, это очень важный момент. Сегодня будут, наверное, такие рекомендации лично от меня, может быть, они кому-то помогут, действительно, может быть, кому-то не помогут, у всех, все мы люди разные, да, у всех, у каждого свой подход к торговле, но я расскажу свои способы, которые помогли мне. Ваши системы, соответственно, что значит система? У вас должна быть торговая система. Вы не должны где-то, вот, вы не, во-первых, давайте начнем с того, что трейдинг – это работа. Вы не должны относиться к трейдингу, как к азарту, как к игре, где-то что-то урвать, тут зайти, тут закрыть, тут зайти, выйти, и вот какие-то вот такие моменты именно чересчур спекулятивные. То есть, понятное дело, что это спекуляция, трейдинг – это спекуляция, в общем смысле, да, говорить, это торговля на рынке, но она должна подразумевать какую-то систему, технику движения, правильную технику движения, не то, что вы сегодня как-то понаделались делать непонятных, завтра вы, например, заработаете, сегодня вы потеряли, завтра заработаете, послезавтра вы еще больше потеряете. То есть, у вас вообще сумбур полный, вы даже не понимаете, которые, в основном, да, вот, если сейчас брать большинство трейдеров, не понимают вообще, что они делают. А когда открывают историю сделок, просто, ну, и вопрос возникает, зачем я тут заходил, тут заходил, тут заходил. Что нужно сделать? В первую очередь, в первую очередь. И, конечно же, если у вас делок много, там, больше 100, например, вот у меня выходило и по 150 у меня сделок месяц бывало, и по 120, ну, вот, вот такие цифры. То есть, сейчас кардинально, на самом деле, очень урезало количество сделок, у меня сейчас их стало намного меньше, и, на самом деле, у меня тоже были ошибки. Я поняла, в чем ошибка, в том, что система-то, она у меня есть, и торгую я по системе, но какие-то сделки, они, вот, додуманные, то есть, там, внутри дня, вроде по сценарию, но этого сценария нет в системе. Но я вот зайду. Вот самая главная ошибка, ваша бессистемная торговля излишняя сделка и приводит вас к тому, что вы не можете выйти вот на вот этот вот, вот этот вот стабильный, на путь, вот, на путь вот этого стабильного заработка с тренингом. Вот, поэтому моя рекомендация такая. Вы можете, например, вот вы торгуете, торгуете, что-то торгуете, торгуете, все, остановились. Стоп, например, да, вот стоп, вот у вас там убытки, вы не выходите. Сейчас вот именно тема сегодняшней для тех, кто не может заработать трейдинги. Вот кто не может заработать трейдинги, рекомендации именно для вас. Вы останавливаетесь в какой-то момент, все, стоп, начинаете перебирать сделки, начинаете просматривать графики, начинаете просматривать рынок, ваши сделки и смотрите вашу систему, которая у вас написана, в вашей системе в первую очередь, в первую очередь, должны быть определены ваши сценарии, картинки, которые вы торгуете. Это обязательно. То есть нет такого, что вот я торгую там ложный пробой. Все, написано. Какой ложный пробой? От чего вы торгуете? На каком таймфрейме вы это смотрите? После чего вы заходите? Что должно произойти до? Если этого не происходит, что я делаю потом? То есть у вас все должно описано быть. Там ли я торгу отбой? Какой отбой? От какого уровня? Где вы заходите? То есть вот это вот должно быть расписано в системе. Пробой. Почему пробой? После там скольких дней я захожу, на каком ретесте? Там на ближнем, на дальнем. Все, все, все. Прям вот до мельчайших подробностей. И это не просто должно быть описано. Вот я написала все. Вы должны прежде всего, вот все вот эти картинки, которые вы себе написали, вы должны отследить их на графике. Вы их должны найти и посмотреть. А они действительно работают? Вот это то, что я себе написал. А это действительно работает? И вы начинаете смотреть графики. Листаете очень большое количество графиков и ищите свои картинки. Нашли свою картинку. Например, видите, что она не сработала. О, например, вы, вот я гипотетически, например, зашел бы в нее, а она вот не сработала. Вы смотрите на графики, видите, что ваша сделка не прошла. Вы смотрите, почему. Так, вот тут, значит, построение было с твичей, там, баров такое. Почему? Здесь далеко закрылись, здесь близко закрылись. Так, тут вот сломались сценарии. Почему? Вы себе все должны объяснять. На самом деле, вот честно я вам скажу, вот трейдинг, он больше, он больше, вы знаете, да, вы базовые знания можете получить. Вы, на самом деле, даже небольшое количество информации может быть вас, но все-таки трейдинг это больше самообучение. Понимаете, да? Это больше самообучение. Потому что вы торгуете, вы остаетесь один на один с монитором, вы остаетесь один на один с рынком. И в первую очередь вы, рынок вас начинает направлять, да, если вы действительно дисциплинированы, то, в принципе, вы с ним идете, идете дружно. Если нет, вы начинаете что-то там выискивать, какие-то ответы на вопросы. То есть вы, я имею в виду, что вы начинаете искать не то, что нужно. Но вы сами должны у себя спросить, да, ваш сценарий это ваш сценарий, это ваша торговля. Да, вам может быть какой-нибудь человек, трейдер сказать, вот эта картинка рабочая, торгуй ее, но вы ее не понимаете. То есть вы ее не понимаете и вы ее не сможете торговать, потому что вы ее не понимаете. Вот. Я хочу сказать вот именно по сценарию. Вот конкретно у меня сценариев, в принципе, не так много. Они похожи, в основном это торговый ложный пробой, пробой они похожи, но у меня каждый сценарий описан от и до. То есть что должно произойти, чтобы я зашла. На какое движение я рассчитываю. После такого движения, какое движение следует. В основном, соответственно, это все статистика. Я это все просматривала на графике. То есть все эти картинки, они у меня есть и записаны, и также я знаю, как они работают на графике. И вот ваша задача, вот сегодня у меня первый пункт, это сценарий и точка входа. Это самый важный момент. Именно почему сценарий и точка входа. Соответственно, ваш сценарий и ваша точка входа к ней прикрепляются. Если вы не понимаете, вот я зашел, и меня выбивает. Вот я не понимаю, почему меня выбивает. Вы начинаете разбираться. Так, почему я тут зашел? А почему так? А вот тут бар так закрылся. А почему же я так зашел? Самая проблема в том, что вам вот это нужно написать и просто исполнять. Вы, если все это будете исполнять, то у вас получится система. В итоге вы потом посмотрите, у вас система получится. У вас должно быть, если вы торгуете много и бессистемно, в первую очередь у вас что должно поменяться? Во-первых, если вы начинаете системно торговать, то есть очень отфильтрованно, то есть очень, очень... То есть вы отбираете инструменты, вы отбираете графики, вы очень серьезно к этому относитесь. Не так, что, ну вот зайду, а вдруг. Это вообще не должно быть. А вдруг. А вот хочу зайти. А вдруг пойдет. Этих слов вообще не должно быть в вашем обиходе, в вашей вообще в работе, в трейдинге абсолютно. Поэтому, чтобы, чтобы, да, еще раз вернем, чтобы зарабатывать в трейдинге, вам нужно начать с того, что, ну, вам нужно отфильтровать вашу торговлю, приступить, наконец-таки, к системе. Многие говорят, я торгую по системе. Открываю сделки, спрашиваю, почему ты тут зашел, почему ты тут зашел, а это в системе прописано. Говорит, нет, не прописано, но я вот тут уже почти... Я вот зашел, надо было подождать, но я не подождал и зашел. Вот, например, вот такие моменты. Таких очень моментов много. Я не подождался, зашел. Или вот, ну вот что-то похожее зашел. Ничего не должно быть похожее, не похожее. То есть, на самом деле, чтобы картинка была такая очень сильная, которая действительно отрабатывает на рынке, отрабатывается на графиках, такая очень надежно сильная, их должно быть, ну, их не так много у вас должно быть, по идее. Может быть, три картинки, может быть, две, может быть, там, пять максимум. Все, у вас больше не может быть там их очень много каких-то сценариев, и вы все подряд торгуете. Вы, например, вот хотите торговать пробой. Вы себе прописываете. Вы торгуете пробой где? На каком таймфрейме. Это очень важно. Потому что, если вы торгуете на дневном таймфрейме, там другой подход. Там другая точка входа. Там другой тейк профит. Там другой стоп-лосс. Там другое ожидание движения. Абсолютно. Если вы торгуете внутри дня пробой, там совершенно другой подход. Если вы торгуете на часовике пробой, вот, например, у вас написано, я торгую внутри дня пробой. Где вы торгуете? От чего вы заходите? От уровня? От какого уровня? Локальный? Какой уровень? И вы, соответственно, все вот эти картинки, даже внутридневные, вы их тоже на часовике должны пролистывать и искать. Любые инструменты, валютные пары, акции, смотря какие рынки вы торгуете, ваша картинка вы должны видеть глазами на графике и понимать, что она работает, чтобы вы потом себе не задавали вопросы. Так, а почему вот я тут убытки получаю, тут убытки? И тогда вопросов у вас меньше будет, если вы просто будете соблюдать. Но, если, конечно же, вы торгуете по системе, торговываете свои картинки и все равно получаете стопы, то здесь нужно опять возвращаться в свою систему, открывать ее и там опять что-то делать, какую-то революцию. Потому что рынок меняется, это понятно. Но я вам хочу сказать, рынок меняется, да, фазы рынка меняются, конъюнктура меняется, но техника остается та же. Я вам хочу сказать это точно, техника остается та же. Сценарии, они все те же остаются, просто с разной волатильностью. Когда рынок спокойный, у нас одна волатильность, когда у нас рынок очень такой шумный, новостной, у нас другая волатильность. Но техника остается та же самая. Поэтому это важный момент. Система, сценарий, точка входа. На самом деле, вот эти вот три понятия, да, сценарий, два понятия, сценарий, точка входа, они в итоге, вот в итоге, по результату, они такие сложные. Да, вам много нужно пролистать графиков, вам нужно понять, что вы хотите отторговывать. В первую очередь, опять же, вернемся к уровням. Вот уровни, все от уровня, запомните, все работает от уровня. Нельзя определять уровни, где попало ставить. Даже если вы где попало поставили, вы должны от этого уровня наштамповать картинок, не знаю, картинок 30 как минимум. От того уровня, который вы выделили, какого уровня выделили. Ну, например, там уровень отката, уровень там паранормального бара, там еще какой-то уровень, все. И вы, вот, например, себе, вот я торгую это, например, да, и вы начинаете листать по остальным инструментам. Так, а работает вот то, что я себе в симбиозе выставила, вот такой уровень и такой сценарий. Вот это вообще существует или вы только здесь его увидели? Вы начинаете пролистывать все инструменты. Вы должны это найти. Если вы это находите, и если то движение, которое вы ожидаете, подтверждается на графике, значит, да. Значит, оно имеет место быть, значит, вы имеете право, то есть, включить это в систему и торговать. Вот и все. То есть, здесь отфильтровывать очень важно торговлю. Отфильтровывать торговлю очень важно. Вот если вы торгуете уже много месяцев, много лет торгуете, и вы не можете заработать трейдинги, причин, конечно, может быть множество. Давайте мы сейчас будем говорить про тех трейдеров, у которых все-таки есть время на трейдинг, которые уделяют этому время, сидят там за монитором, да, очень часто там, каждыми днями, и не могут заработать. Вот эта тема сегодняшняя для вот таких трейдеров, которые не могут заработать, они не понимают. Может быть, они и понимают, но они не могут понять, как это все исправить. Проблема вот именно кроется в этом. Вашей торговли, самой сделка, да, то есть, вы должны просмотреть, что вы торгуете. То есть, вы торгуете вообще бессистемно, получается. Если у вас не получается, как-то правильно выстроить систему, выстроить торговлю, то есть, прибыльную торговлю, да. Так, дальше идем. Второй пункт – риск менеджмент. Еще один такой главный аспект, почему, да, не можете заработать. Он очень важен. В плане того, что хочется, конечно же, тем более, когда депозит небольшой, хочется всегда увеличить объем, разогнаться. Это всегда плохо. Всегда плохо. Какой бы сценарий хороший бы не был, это всегда плохо. И если даже вы пытаетесь там превышать это объем, вы в таком тогда случае, вы всегда должны соблюдать, во-первых, лимит на день, да, это как минимум. И пользоваться, вот моя рекомендация, пользоваться плавающим стопом. То есть, стрим прошел достаточно много. Не нужно стоп держать на том же месте, где он у вас стоял. Стоп можно передвигать. Это ваша защита. В любом случае, если рынок завернется, вам уже не будет так обидно. Вы уже убыток не получите. Вы получите там небольшую, ну, прибыль. Все, вам уже не будет. Поэтому плавающий стоп, вот, честно, моя рекомендация, используйте, и у вас будет просто меньше убытков. Что насчет вот риск-менеджмент? Как вот, я много всяких схем у меня есть, и писала, как вот, вот, как же вот так отторговать, и вроде и с разгоном хочется, и не превышать риски. Это возможно, да. Но с рисками, соответственно, у вас не будет так быстро. Вообще ничего быстрого не бывает трейдить. Начнем с этого. Тем более, когда у вас небольшой депозит. Если вы соглашаетесь на это, вы на это подписываетесь, что у вас месяц за месяцем, месяц за месяцем вы потихоньку растете. Вы на это подписываетесь, и вы торгуете по системе. Вы себе расписываете. Так, сколько я могу сегодня сделок открыть? Вообще не сегодня, вот от этой суммы. Столько сделок. Риск на сделку. Если, в общем, брать риск на день, такой получается. Так, если брать так в диапазоне, там, по отношению к депозиту, то ничего, нормально, можно все. Потом вы себе пишете. Так, а если это убыток пойдет? Вы начинаете расписывать. А если эти сделки убыточны? Так, значит, я возвращаюсь к тем объемам, которые у меня были до. Вы всегда откатываете назад. Если у вас что-то не пошло, вы всегда откатываете назад. Потому что, если у вас что-то не пошло, и вы удваиваетесь, то есть вы начинаете отыгрываться, это ни к чему хорошему не приведет. Абсолютно ни к чему хорошему. Вы подписываетесь на то, что вы, либо вы ставите везде без убытки. Вот у вас открыто пять сделок, например. У вас открыто пять сделок. Они в прибыли. Вы хотите там еще две открыть, но вам нельзя, вам не позволяет уже депозит, вам не позволяет лимит на день. Выставите сделки без убыток. Вот эти пять сделок, выставите их без убыток и открывайте спокойно две сделки. Не надо эти сделки оставлять вот так, они там у вас висят, и вы еще две сверху. Потому что так может как пойти, развернется рынок, те у вас уйдут в минус и эти в минус. И семь убытков у нас плюс. Очень будет хорошо. Поэтому все вот эти вот, я имею ввиду, безубыточные вот эти вот, безубыточные позиции нужно всегда выставлять. То есть плавающий стоп используйте. Это вам плюс в торговле, что вы будете получать меньше убытков. Такой главный момент. Так, ну и третье. Работа над ошибками. Я в начале видео, да, в первом пункте также, в первом пункте сказала, работа над ошибками. То есть, когда у вас прям вот минуса. Да, я понимаю, что рынок, вот можно сказать вот сейчас, да, вот время какое, да, и какой рынок вообще тяжелый, волатильный. Вы вообще желательно, вот есть такое понятие на дневник трейдера, желательно вообще записывать вообще свои, свое видение рынка, эмоции можно туда записать. В основном очень хорошо видение рынка. Вот, например, вот сегодня, вот сегодня, например, там, вот евро-доллар, вот такой-то фунт-доллар, вот мажоры вроде как стоят, это вот идет. Вот вы все даже записываете. Вот нефть сегодня вот пошла, почему она пошла, возможно новость. Вот, если честно, это очень такая хорошая вещь, штука дневник трейдера. Вы туда записываете свои мысли, свое видение по поводу рынка. А потом вы можете такую, как мини-книжку, просто пролистывать и читать, и на самом деле вы на этом своем же видении учитесь. Вы потом, вам рынок будет легче понимать. Вот, например, в период новостей вы не понимаете. Например, кто вообще, да, в экономике не разбирается? Абсолютно. То можно с этого начинать, с ваших мыслей. Просто хотя бы просматривать, там, экономический календарь, просматривать новости, там, какие-нибудь статьи, ну, хоть что-нибудь, хотя бы, чтобы понимать вообще, что вообще в мире происходит. Сказать, что Форекс, он не реагирует на новости, тоже нельзя, это глупо. Понятное дело, что Форекс, это спекулятивный очень рынок, там очень достаточно много количества участников. И понятное дело, что не всегда фундаментал играет свою роль, там очень много участвует игроков, и они давят. Соответственно, в принципе, как и на любом рынке, даже на рынке акций не всегда фундаментал может сыграть, если сидит какой-нибудь крупный игрок. Или играет тот фактор, о котором мы не знаем. Вот, поэтому, поэтому, поэтому в симбиозе все это использовать просто отлично, когда вы записываете свои мысли, свое видение, вот свое вот это общее видение, да, рынка, что вот все-таки вы сегодня, вот вы смотрите, и вы не понимаете. Так вот, например, вы пишите себе, сегодня у меня вот не сработали вот эти картинки, да, у меня не сработали сценарии. Не то, что не сработали, их нет на рынке. Почему? Вот я думаю, что вот сегодня вот пара вот такая, там, или там золото, нефть, там, что вот Форекс, там, или акции, вот, ну, что, смотря, что вы торгуете, да, достаточно большой объем может быть информации, то, что вы хотите записать. Поэтому, вот такая штука, как дневник трейдера, я вот тоже вам рекомендую использовать и записывать туда свои мысли, свое видение, свою, возможно, какую-то корреляцию вы на рынке заметили. Так, ну, так, заметили, ага, евро-доллар тут что-то вот вниз идет, и вроде как идет этот, с чем евро-доллар, калерик, уже забыла, с этим, как его, S&P 500, не, с золотом, да, с золотом, есть между ними, кстати, корреляция, евро-доллар с золотом положительно наблюдается. Вот, я, например, вот это понаблюдал, о, интересно, вот это, вот вы себе можете там увидеть, но вы забудете, вот это лучше записать. А потом вы, когда вернетесь, вот, например, на досуге полистаете свой дневник, и вы очень много интересного на самом деле там найдете. Вот, честно, на самом деле много интересного найдете. Вы каждый день это просто себе записываете, ну, не каждый день, когда что-то интересное, либо когда что-то такое происходит интересно, либо когда что-то происходит вообще непонятное на рынке, и вы не понимаете, что сейчас происходит, как торговать. Вы это тоже можете все записать, вот, и записать, какие новости в этот момент, в этот день выходили. Вы начинаете так, а вот такие новости выходили, вот поэтому рынок такой, а вот там что-то это произошло в мире, там еще что-то. И поэтому, когда вы совмещаете все эти показатели, вам просто проще вообще, проще работать в итоге. Вот, вот такие вот рекомендации у меня к вам. Вот именно тем трейдерам, которые долгое время не могут заработать, они, может быть, и понимают, они не знают, как справиться с собой, как с собой справиться. Вот, риск-менеджмент важная часть, то есть, если вы даже себе нарисовали в тетрадке всю эту схему, но вы ее не соблюдаете, вы ее не соблюдаете. Спасает что? Спасает сервисы, если есть, не у всех брокеров, конечно же, не у всех, но у некоторых есть, у Герчуко есть сервис риск-менеджмент, возможно, у каких-то брокеров, не могу сказать. Также этот сервис есть, и им очень, кстати, вот, пользоваться очень-очень даже, кстати, очень удобно. Тут эмоции отключаются, то есть, вы машине сказали автомату, да, вот так-так-так, если я там зайду, то меня закрыть, либо не допустить, не допускать торговлю, ну, смотря какие правила вы выставите. Вот, ну, конечно же, если вы вручную можете, конечно же, лучше вручную, в плане того, что нужно уметь быть гибким, то есть, под, там, стопы их нужно двигать, постоянно, там, плавающий стоп, я еще раз говорю, плавающий стоп нужно использовать, по крайней мере, вот я, я использую плавающий стоп, он мне очень нравится. Я, не знаю, без стопа бы плавающий, я бы, наверное, ждала бы вот эту вот точку входа свою, точнее, тейп профит вот такой бы выставила бы и сидела бы. Бывает такое, что вот как вы выставляете тейп профит, по какому проценту, по какому соотношению, там, 3 к 1 вы берете, по отношению к стопу вы выставляете тейп профит, по отношению к уровню вы выставляете тейп профит, по отношению к АТАР вы выставляете уровень, выставляете тейп профит. Take Profit, понимаете, все по-разному вставляют, в итоге бывает же проскальзывание, бывает инструмент не касается, вот, и поэтому просто все движение вот так проморгать, ну, это очень удобно. Вот, ребят, так, ну все, я думаю, буду завершать это видео сегодняшнее. Надеюсь, сегодняшние советы, рекомендации лично от меня, я с вами делюсь именно исходя из своего опыта, через что я прошла, и в итоге я даже и до сих пор тоже отфильтровываю какие-то сделки, у меня также есть ошибки, я также продолжаю учиться, то есть что-то новое узнавать, потому что рынок, он очень, он живой, он постоянно меняется, и очень всегда интересно, да, как все-таки сегодня можно заработать на нем, да, есть ли какая-то возможность, это всегда интересно, поэтому всегда учишься, то есть чему-то новому, всегда что-то новое узнаешь. Все, ребят, спасибо вам, спасибо всем, кто посмотрел это видео, если вам это видео было полезно, действительно, да, вы для себя что-то подчеркнули полезно, ставьте лайк, это ваша благодарность, также подписывайтесь на наш канал Герчик и Ко, чтобы не пропускать следующие интересные видео, и всем пока, всем успешного обучения! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова